Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Они боятся, что их дом разрушится, как карточный. Почему сироты с камня на обе поселили в дом, который расходится по швам? Готовы ли алтайские огнеборцы защитить ленточные бары от пожара? Сегодня они на деле показали в том числе и журналистам. Прокуратура железнодорожного района признала незаконными действия сотрудников госуниверситета, которые не пустили нашего журналиста на конференцию по выборам ректора. В Министерстве природы России заявили, что не будут проверять Алтайский, Новосибирский и Кемеровский гидромедцентры из-за введения режима «Черного неба». Напомним, Алтайский край обвинили в незаконном объявлении этого режима, в то время, когда из-за лесных пожаров в Иркутской области в крае несколько дней стоял смог. По словам исполняющего обязанности главы Среднесибирского управления гидромедцентра Сергея Сережкина, показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле. Режим «Черного неба» не вводится только потому, что в воздухе дымка. Он заявил, что Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области нарушают законодательство, и Минприроды уже организовала проверку. Но в Министерстве природы России сообщили, что заявление не подтверждено, а проверки проводить не планируется, цитирует официальный ответ на запрос из здания «Проспект Мира». А сегодня по Отпалском проходили учения. Пожарные показывали, насколько эффективно и быстро способны потушить огонь в сухом сосновом лесу. За процессом наблюдал Илья Кочетков. «Нет прибора лучше глаз человека», — говорят лесники. Диспетчер видит лес вокруг на много километров благодаря камере, расположенной на 200-метровой вышке. Отсюда столб дыма видно сразу. Сценарий учения максимально реалистичен, так что журналисты едва успевают за пожарными, а кому-то даже удается вскочить в пожарную машину. Лесники говорят, в отличие, скажем, от Красноярской тайги, почти все алтайские леса легкодоступны. Датчика возгорания около 17 километров. Мы прибываем на место меньше, чем за 20 минут. Хотя по нормативам объяснили нам оптимальный срок — 3 часа. Очаг опахивают, чтобы не пустить огонь дальше, и гасят, пока не исчезнут последние лепестки пламени. Пожарная машина вмещает около трех тонн воды. Обычно этого хватает, чтобы погасить небольшой очаг. Вместе с большой машиной работает малый комплекс. По сути, та же пожарка, но на базе обычного УАЗа. Хватает самое малое на 45 минут емкости. Если работать не в полную мощь, то там практически за час время выходит. То есть такая маленькая емкость, но такое время хватает. По иронии, доступность алтайских лесов не только помогает тушению, но и способствует появлению пожаров. Лесники говорят, большая часть возгораний происходит по вине человека. Сезон ягод, грибов, его никто не отменял. То есть люди едут, и по разным причинам даже от пустой бутылки, от стеклянной может произойти возгорание. Впрочем, природа тоже старается. Вторым после человека бичом лесов являются так называемые грозобои, сухие грозы. Особенно в сухом сосновом лесу зверь крайне коварный. Бывает так, что после сухой грозы он тлеет, притаившись дней 5, а то и 10, и лишь потом разгорается в полную силу. Учения, по оценке самих пожарных, удались, но ясно, что расслабляться рано. Нынешнее сухое лето превратило леса в настоящую пороховую бочку. И она время от времени дает о себе знать. С апреля в крае произошло уже почти 300 пожаров. Это в два раза больше, чем в это же время, в прошлом году. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А сейчас к другим темам. Незаконно. Такое решение приняла прокуратура железнодорожного района Барнаула в отношении действий Алтайского госуниверситета. Напомним, еще в июне в ВУЗе отказали корреспонденту канала «Толк» Анастасии Дороган возможности присутствовать на конференции по выборам ректора университета. После проверки прокуратура установила, что корреспондент просто не имела возможности получить аккредитацию из-за нарушений в самом ВУЗе. Ведь правила аккредитации были приняты незадолго до конференции, а опубликованы на сайте даже после ее проведения. У нас пропускный режим. У нас есть пропускный режим, и там написано, кто имеет право проходить через вахту. У нас написано там, что-то. Пойдемте, я вам покажу. Мы журналисты, и мы имеем право проходить. Да мне какая разница, повозили журналисты. Мне тоже, ну какая разница. Уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц ВУЗа теперь дадут и исследователи, ведь журналисту оказали препятствия в его законной деятельности. Прокуратура направила материалы в следственный отдел по железнодорожному району Следственного управления Следственного комитета. А сейчас к проблеме, с которой столкнулись сироты камня на обе. Уже несколько лет они живут в доме, который расходится по швам. В такую бракованную новостройку их поселили по государственной программе. Жители считают, что виной всему то, что в доме нет управляющей компании. Разобраться в ситуации попыталась моя коллега Полина Жданова. Вот по такому пандусу предлагают спускаться мамам с детьми по улице Украинская, 3. В этом доме живут дети-сироты, и он строился специально для них. Как говорят жильцы, чтобы пересчитать все проблемы, которые связаны с этими квартирами, не хватит пальцев обеих рук. Трещины по швам здания, промерзающие трубы, вентиляция, запах нечистот с подвала. Как говорят сами жители, этот дом держится на честном слове. При этом зданию всего 5 лет. Квартиры выкупало для сирот региональное жилищное управление. Выбора в камне на обе особо и не было. Новостроев в городе мало. А детям, которые выросли в детдомах, покупать вторичное жилье незаконно. Но в этом случае, говорят жители, жить в съемной, но не новой квартире комфортнее и безопаснее. Видите, трубы брошены, все просто вот так. Никто не вычищает. Ее никто не выкачивает. Вон она, вы видите, прекрасно, что она уже на подходе, вот так наверх выйдет. Основной причиной всех бед жители многострадального дома считают отсутствие управляющей компании. За 5 лет ее так и не определили. Поэтому в доме без хозяина нет ни косметического ремонта, ни даже нормальных счетчиков. Люди платят за отопление даже летом, когда его нет. Если бы была управляющая компания, естественно, бы таких проблем дома не было. Было бы, все бы контролировалось, было бы хотя бы отработано это все. В администрации Каменского района считают, что жители сами виноваты. А управляющей компании нет, потому что основной собственник дома, региональное жилищное управление, почему-то не разрешают ее назначать. Но помогать администрации готовы. Только сначала просят жителей сделать старшего по дому. Якобы без него общение не складывается. По сути, сегодня надо жильцам дома собраться, провести собрание, определить все-таки, выбрать человека, который бы действительно болел душой и телом за состояние этого дома. Мы готовы работать со старшим по дому. Мы уточнили в региональном жилищном управлении, кто должен отвечать за состояние бесхозного дома. Нам ответили, что приемку здания осуществляла администрация района, следовательно, и решать проблемы с домом им. В том числе и назначать управляющую компанию, что, кстати, по закону нужно было сделать еще пять лет назад. А жилищное управление только контролирует процесс решения этих вопросов. Запретить то или иное решение по благоустройству жилья оно не может. Текущий ремонт жилого помещения, оплата коммунальных услуг – это все ложится на нанимателей. Мы, как наймодатели, только можем определить, сделать только капитальный ремонт в этих жилых помещениях. По итогу, пока в доме нет управляющей компании, текущие трудности придется решать жителям дома совместно с администрацией. И поскольку договориться полюбовно у них не получается, сироты собирают коллективное заявление в суд. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. На пять тысяч рублей могут оштрафовать водителя, который не пропустил карету скорой помощи. Новые штрафы вступили в силу сегодня. Наказание предусмотрено в зависимости от тяжести последствий. Нарушителя могут оштрафовать от трех до пяти тысяч рублей или лишить прав на срок до одного года. Если в результате здоровья пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения на пять лет. Отметим, что раньше за отказ предоставить преимущество на дороге автомобилю скорой помощи штрафовали на 500 рублей или лишали прав до трех месяцев. А между тем в Барнауле продолжается ремонтная кампания. Коммунальщики перекрыли еще один оживленный участок проезжей части. На пересечении улицы Чкалова и проспекта Комсомольский перекладывают коллектор. Этот участок будет полностью закрыт для проезда до 18 августа. В последний раз трубы здесь меняли больше 30 лет назад. Ремонт коллектора обошелся в 12 миллионов рублей. Напомним, в воскресенье водоканал завершил ремонт на проспекте Ленина. Там заменили порядка 100 метров сетей. Протяженность работ на этом участке всего 30 метров, но по словам коммунальщиков объект сложный. Глубина заложения больше. Если там было 5 метров на Ленина, то здесь порядка 7 метров глубина. И очень насыщенный участок коммуникациями. Здесь газопровод, здесь кабели связи, здесь электрические кабели, два канализационных коллектора, водопровод. И здесь, конечно, работы подрядчику будет вестись очень сложно. Искать пути объезда приходится все еще и жителям Нагорной части города. С 23 июля остается перекрытая нечетная сторона улицы Аванесова. В скором времени там заменят более 200 метров изношенного трубопровода. Работы идут. Чуть лучше, чем мы первоначально рассчитывали. Думаю, что мы закончим это быстрее. Графика, наверное, конец. Крайний срок начала следующей недели. Надо отметить, что все ремонтные работы коммунальщики синхронизировали с дорожниками. После замены трубопровода приступят к укладке нового асфальта. А вот сотрудники одного из барнаульских магазинов пытаются достучаться до ГИБДД и администрации центрального района. Дело в том, что на перекрестке возле их места работы почти каждый день происходят аварии. Ситуацию мог бы решить светофор, но он там не запланирован, а сам участок аварийным не признают. Наша съемочная группа в попытках выяснить, как установить на перекрестке светофор, обратилась даже к темным силам. Ирина Корчагина продолжит. Роковой перекресток Никитина-Горького. Разбитое стекло здесь даже не успевает убирать. А это столб-чемпион, который ставили на место уже десятки раз. Многие просят установить тут светофор, ведь, как правило, водители, которые едут по Никитина, не замечают знак «Уступи дорогу». Вот комментарий в интернете еще 2009 года. Про Никитина-Горького вообще молчу. Аварий каждый день. Всю жизнь Никитина главное. Теперь вдруг нет. А поток машин по Никитина не снизился. В том числе и пассажирский транспорт ездит. А по Горького одна машина в час проедет, и то хорошо. И в неделю, получается, три точно это однозначно. Даже вот было в пятницу последний раз, и в субботу две аварии. В пятницу мальчика отвезли по скорой с отрясением мозга. Я обращалась в ГАИ, где кто должен заниматься этими делами. Мне сказали, что по статистике он не аварийно опасный. Но так как бьются, я вот сколько лет сама здесь живу, бьются очень часто. То же самое в ГИБДД сказали и нам. Раз уж проблемы не получается решить традиционными способами, мы решили обратиться к шаману из глухой таги. Как это теперь принято делать. После сибирских пожаров он не показывает свое лицо, да и в Барнауле желает остаться инкогнитом. Мы замечаем, на этом перекрестке мужчине постоянно становится плохо. Здесь очень плохая энергетика. По форме этот участок напоминает крест. Еще я чувствую, совсем рядом постоянно дежурит аварийный комиссариат. Они буквально ждут, когда же случится следующая авария. Шаман согласился снять проклятие с перекрестка. Чего пока не могут сделать дорожники и сотрудники полиции. Ведь для того, чтобы установить светофор в том или ином месте, нужно написать коллективную жалобу, отправить ее в администрацию города и ждать решения, принять которое должны дорожники. Ведьмак сказал, что ему ненадолго удалось затянуть дыры в портале, но он предупредил, что заклинание долго действовать не будет. Поэтому дорожникам, наверное, все-таки стоит обратить внимание на опасный перекресток. Ведь не сегодня-завтра здесь может произойти новая авария. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгры с призами. И жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи!